Дорожи поделиться Почему он пришел в компанию Почему он пришел в наш проект И пришел не просто как доктор-специалист А пришел как практикующий врач И как человек заинтересованный в продвижении данного проекта Всем привет, меня зовут Дорожи Я врач-невролог Вот сейчас только что слушал Татьяна дважды сказала, как ей повезло Со мной Мне тоже в жизни повезло Жизненный путь каждого врача складывается От многих вещей С кем он работал, как работал Какие у него были учителя Как думали эти учителя Так в итоге думают и их последователи Мне повезло с учителями Я вот как-то вчера сел и посчитал На самом деле в том списке Те академики и профессора С кем я достаточно долго общался Но мне повезло быть на лекциях Дружить и даже нескромно Сидеть за рюмочкой чая С достаточно великими людьми И я могу сказать, что Посидеть, попить кофе с академиком И ты имеешь информации за 15 минут больше Чем ты можешь в мединституте за год получить Штудируя все книги И таким образом Мой путь пришел к тому, что Причины болезни Лекарственные средства Никим образом не лечат Я однажды запомнил фразу Когда сказал мой наставник К сожалению, он сказал Даже мы врачи не лечим Мы оказываем медицинскую помощь Я был тогда возмущен Но теперь-то я с годами понимаю Что это большая разница лечить И оказывать медицинскую помощь Лечить от слова Излечить То есть избавить человека от проблемы Избавить от заболевания К сожалению, лекарственные средства Это не делают Чаще всего пациенты потом Переходят в хроническую стадию Становятся зависимыми от лекарств И эти лекарства в итоге И их убивают в конце концов Если кто-то не согласен Вы так и скажите Я могу объяснить и доказать Это на молекулярном, на клеточном уровне Так вот, таким образом В итоге жизненный путь Меня привел к тому Что без здорового образа жизни Без некоторых моментов Справиться с заболеваниями Практически невозможно И вот на моем горизонте Появляется компания MDC Что в ней хорошего? Первое Три самых крутых Самых, так скажем Продвинутых тенденций В медицине В медицине думающей В медицине направленной на результат Пункт первый Это то, что это спрей Это сублингвальное применение Это очень большой плюс В 2017 году Был симпозиум Гастрофорум В Санкт-Петербурге Где делал доклад Профессор Сергеев Это заместитель академика Тутильяна Из НИИ Питание Тогда они озвучили Четкую, конкретную цифру Что Из тех питательных веществ Которые попадают В желудочно-кишечный тракт В виде БАДов В виде таблеток В виде капсул В виде порошков Всасывается в среднем 2% Остальные 98% Выходят из нашего организма Либо идут на то Чтобы поддержать Здоровье И процветание наших паразитов К сожалению Сублингвальное применение Отличается чем? Вот как бы я всегда Привожу пример Очень многие пациенты Очень любят ставить капельницы Уколы в вену Вена Это Канализация нашего организма Где собирается Весь шлаг Организма И Вывозится В отчистные В нашу печень В печени Лекарственные средства Метаболизируются Очищаются Происходит Детоксикация И в среднем В кровоток Артериальный Попадает В последующем Не более 30% От действующего Вещества И даже Несмотря на это Лекарственные средства Более эффективны Естественно Чем при пероральном Применении То есть Внутрь Когда мы Применяем Лекарства Под язык Какая разница Сейчас Очень много Компаний Делают Переакцентуацию Переупускают Лекарственные средства В форме Сублингвального Применения Это есть Таблетки Которые рассасываются Под языком Есть спрей Которые мы Брызгаем Под язык И впрыскиваем И вот Компания МДС Чем отличается Что Здесь Мы Имеем Спреи Рассчитанные На прием Под язык Когда мы Впрыскиваем Под язык Имея Качественный Эмульгатор Который Растворяет Действующее Вещество В этом Спреи Мы Имеем Биодоступность В среднем 98% В чем Разница Ну Приведу Простой Пример Когда я Составлял Схемы Лечения Для Пациентов Тяжелых Казалось Бы Неизлечимых Когда За них Берешься Стоимость Лечения Тяжелого Пациента До Хорошего Излечения Это В среднем Миллион Полтора Раньше Стоило Когда Это Были Бады В виде Капсул И так Далее В настоящий Момент Мы Имея Спреи Тот же Самый Эффект Можем Добиться В течении Года Потратив Около Сорока Тысяч Разница Колоссальная Да То есть Сорок Тысяч Доступно Наверное Любому Пенсионеру В течении Года Потратить Такую Сумму И идет Соответственно И результаты То есть При минимальных Расходах Компания Тратит Минимум Денег На закупку Действующего Вещества Потому что Оно Максимально Рационально Используется Еще раз Повторю Девяносто Восемь Процентов Вещества Всасывается И попадает Сразу В артериальный Кровоток Но Приведу Простой Пример Банальный Все Наверное Мы Живем В России Все Помнят Бурную Молодость Мы В мединституте Уже Знали Анатомо Физиологические Особенности Что Под языком Есть Артерия Сублингвалис Она Протекает Под языком Везде Артерия Кровоснабжает Ткани Потом Превращается В венозную Кровь А здесь Под языком Артерия Протекая Под языком В дальнейшем Участвует Кровоснабжение Мозга Именно Поэтому Наверное Всем русским Людям Известно Когда Употребляем Алкоголь В небольших Емкостях Мы В частности Использовали Наперстки И трое Взрослых Мужчин Моего Размера С одной Бутылки Лодки Получали То что Хотелось Это мы Медики Так Скажем Уменьшали Свои Расходы В этом Как раз И смысл При Минимальной Концентрации Вещества Минимальное Количество Оказывает Максимальный Эффект И при Всем При этом Оказывает Минимальный Побочный Так Скажем Эффекты Это Достаточно Важный Момент И Достаточно Серьезный Он Важен Еще Почему У нас Спрех Есть Второй Пункт Который Я хочу Озвучить Это Ресвератрол Ресвератрол Это Две Нобелевских Премий Фактически Это Нобелевская Премия 2003 Года Нобелевская Премия 2016 Года В чем Хитрость Ресвератрол Это Достаточно Модный Препарат В Европе Это Самое Исследованное Вещество Фармацевтическое Напомню Вещество На планете Оно Растительного Происхождения И Недаром Получило Две Нобелевские Премии К сожалению Вещество Это В Российской Федерации Не имеет Особо Какой-то Популярности В Штатах В Америке В нашей Буржуйской Европе Этот препарат Хочет стандарт Лечения Достаточно Тяжелых Состояниях Все Лечение Реабилитация Инсульта Черепно-мозговой Травмы Детского Церебрального Паралича Детей С перинатальной Травмы Реабилитация Детей С патологией Головного Мозга Вся базируется На Ресвиратроле Почему Ресвиратрол Это вещество Самое Сильное Единственное Наверное Эффективное Вещество Которое Вызывает Восстановление Фактически Погибших Клетки У нас Это называется Нейрогенез То есть Синтез Новых Нервных Клеток Синтез Новых Комиссуральных Связей Между Нервными Клетками И Рост Нервного Волокна Погибшего Соответственно И Мы Лечим Ту патологию Которую Раньше Лечить Было Невозможно О Ресвератроле Я Услышал В 2008 Году На Лекции Академика Гусева Это Главный Невролог России Когда он Сказал Когда Ресвератрол Станет Лекарственным Средством Мы Победим Многие Большинство Постулатов В медицине Один из Постулатов Что Нервная Клетка Не Восстанавливается Этот Постулат Мы Победили Но Ресвератрол Лекарством Так и Не Стал Почему Я Объясню В 2008 Году Компания Глакс Смиткляйн Купила Формулу Ресвератрола За 750 Миллионов Долларов Исследования Клинические Продолжались Порядка В 2012 Году Закончился 2 Б Этап Клинических Исследований И Компания Глакс Смиткляйн Сказала Что Ресвератрол На людях Не Эффективен Хотя Он К тому Времени Уже Имел Нобелевскую Премию Но Как бы Медицина Задумалась Почему Это Как бы Нобелевский Лауреат С кучей Клинических Исследований Оказывается Неэффективен И только В 2013 Году Компания Глакс Смиткляйн Более Чем В 200 Интервью Заявила Почему Оказывается Ресвератрол Всасывается В кишечники В среднем 0,1% Это у Здоровых Людей У хронически больных Еще меньше С патологией Кишечника Желудочно-кишечного Тракта Тем более А Эффективность Сасывания Под языком Достигла 98% Когда мы Ресвератрол Впрыскиваем Под язык Буквально Через 4 Секунды Ресвератрол Уже Появляется В артериальной Крови И Через 15 Секунд Он начинает Работать В клетках Мозга Самый Удивительный Фактор Ресвератрол Вам Конечно Мало Кто Расскажет Потому что Таких Людей У нас Даже В России Мало Но Я вам Скажу По большому Секрету Расскажу Переспрашивать Эту информацию У докторов Докторов Других Смысла Не имеет Они Об этом Не знают Так вот У меня Один Товарищ Кандидат Медицинских Наук Кардиолог Когда Я его Спросил Ну А что Ты можешь Сказать О Ресвератрол С точки Зрения Кардиологии Он Сказал Ресвератрол На людях Неэффективен Я говорю А где Ты Информацию Взял Он Открывает Интернет Начито Написано Википедия Я Ты Кандидат Наук Берешь Информацию С Википедии Но это Смешно Как минимум Нужны Серьезные Издания Но В них Надо Понимать И Разбираться То есть Медицинских Журналов Много В Америке Но Такие Серьезные Должны Быть Большинство Докторов Эту Информацию Не имеют Я могу Сказать Что Второй Факт Который Имел Тоже Очень Большое Значение Я Учился По Реабилитации Инсульта ДСП И больных С эпилепсией У одного Профессора Из Дании Он Хозяин Сети Реабилитационных Центров Который Занимается Реабилитацией Пациентов С инсультом Последствия Инсультов С детским Церебральным Параличом И эпилепсией Вопрос То в чем Когда Мы Начинали Изучать Эту Тему Оказалось Курс Лечения В этих Центрах В среднем Два Месяца Стоимость Лечения В среднем 64000 евро То есть День Лечения Пациента Стоит Около 1000 евро Все Лечение Заключается В чем Первое Это врач ЛФК Врач Физиотерапевт Врач Эрготерапевт Ну Я Многим Врачам Даже Это непонятно Слово Матершинное Эрготерапевт Это врач Который Адаптирует Пациента С его Дефектом К окружающей Социальной Среде Четвертое Ну Нередко Там используется Иглорефлексотерапия Фармакотерапии Нет вообще Используется Только Ресвератрон Ну Представьте Себе На 2 месяца Это У нас Всего Лишь Два Спрея Содержащих Ресвератрон В среднем Это 3000 На 2 месяца Курс Лечения Это Себе Может Позволить Любая Пенсионерка А может Для Себе Позволить Себе Человек 1000 Евро В день Я Сомневаюсь Поэтому Соответственно Когда Мы Имеем Спрей Компании МДС Мы Шагаем Впереди Планеты 7 Так Вот Про Ресвератрон Основной Факт Как Работает Ресвератрон Почему Он нужен Всем Почему Его Назначают И Обязаны Врачи Назначать Допустим С рождения Даже И Очень Многие Потом Спрашивают Какая Дозировка Нужна Я Сразу Скажу Чтобы Партнеры Которые Здесь Смотрят Это Видео Понимали Механизм Действия Ресвератрола Который У нас Находится В трех Спреях Это Очень Сильно Потому Что Мы Можем Регулировать Применение Ресвератрола У пациентов Различных Возрастных Категорий Имеющих Различную Патологию Кому Противопоказан Брэйн Кому Пожилым Вообще Как бы Буст Не Рекомендуется Потому Что Там И Кофеин Есть По Крайней Мере Я Не Рекомендую Так Всегда Это Знают Пытаются Искать Причины Излечения У нас В медицине Это Называется Спонтанное Излечение Так вот Спонтанное Излечение Исследуют Достаточно Давно И Только Американский Ученый Профессор Дэвид Синклер В Гарвардском Университете Нашел Почему Он Исследовал Этих Людей И нашел Ген Активный У этих Людей Он Этот Ген Называл Геном Выживания По Номенклатуре Это Ген Сирт Ген Сирт При Активации Чаще Сего Активация Была В случаях Когда Люди Посещали Святые Места Прикасались К мощам Святых Какие-то Обряды Делали Но Мы же Доктора Как Не можем Сказать Пациенту Вы съездите К мощам Николая Угодников Потрогайте Может быть Что-то Произойдет Чудо Если я так Скажу Первый же Пациент Надо мной Ржать Будет Поэтому Нам нужны Прогнозируем Методы Активации Этого Гена И Все Исследования Закончились Тем Что Я Достаточно Давно Занимаюсь Голодом Лечебным Голоданием Да Голодом Так вот Хотя Я скажу Честно Я За последние Три года Скинул 53 килограмма Так что Я еще Стройненький Тут Так вот Один Из методов Активации Этого Гена Который Достаточно Давно Изучили Но Этот Ген Не Находили Российские Ученые Русские Ученые Академик Николаев И еще В 46 Году Обосновал Эту теорию Это Лечебный Голод Голод Профессиональный Качественный Не менее 10 дней А если Это Брать Питер Как Говорил Академик Кокосов Это Кето Ацедоз Достигается На 10 11 День В Москве На 9 10 День Это Тот Момент Когда Активируется Этот Ген Так Вот Либо Это Лечебное Голодание Либо Второй Вариант Достижения Этого Эффекта Это Применение Ресвератрола Сами Понимаете Голодать Две Недели Потом Выходить Из голода Могут Позволить Себе Далеко Не все Хронически Тяжелые Больные Но Больного С инсультом Я не могу Заставить Голодать Грудного Ребенка Да и Вообще Детей Не могу Заставить Пациента С сахарным Диабетом Могу Заставить Голодать Нет Во вторых Заниматься Лечебным Голоданием В профессиональном Лечебном Учреждении Очень Недешево Я вам Скажу Когда Приезжают Ко мне Пациенты Голодать Из С Америки С Бельгии Стоимость Лечения На 20 Дней Это В среднем 100 тысяч Сейчас Новый Ценник Мы Выставляем 150 тысяч Не дешево Согласитесь Люди Готовы Платить За то Чтобы Не есть Наши Бурята Спрашивают За что Мы Платим Мы же Не едим Как бы Иностранцы По другому Воспринимают Эту ситуацию Но Тем не менее Более Простой Вариант Более Легкий Конечно Я не Сторонник Скажем Складывать Все На таблетки На спреи Все Таки Здоровый Образ Жизни Должен Быть Но Мы Живем В таком Мире Когда Абсолютно Соблюдать Здоровый Образ Жизни Практически Невозможно У нас Интенсивная Жизнь Надо Работать Некогда И негде Собственно Говоря Взять Здоровые Продукты Сейчас У меня Коллеги Спрашивают Почему В Москве В западных Регионах Так много Молодых Врачей Умирают Коронавирусом Потому Что Ритм Жизни Другой Стрессовая Ситуация Другая И Само Питание Продукты Какие Я приехал Однажды Гости В Москву Я кушать Там Не мог Две Недели Адаптировался К вашей Пищи Кто-то С Москвы Есть Так Вот Поэтому Собственно Говоря Низкий Иммунитет Приводит К Очень Большим Последствиям Плохой Переносимости Вирусных Инфекций И так Далее Я Опять Ушел Основной Линии Темы Ресвератрол Ресвератрол Активирует Ген И ген Этот При активации Начинает Вырабатывать Белок Сиртуин Как раз Белок Сиртуин Обладает Всеми Лечебными Эффектами На данный Момент Более Двух С половиной Тысяч Исследований Проведено Исследовано Более Двух Тысяч Физиологических Процессов В организме Человека И Во всех Них Ресвератрол Точнее Сиртуин Показал Мощнейшие Регулирующие Свойства Достаточно Сказать Что Нет Ни одного Лекарственного Средства Которое Дает Гарантию Более Пятидесяти Пяти процентов Что не будет Инсульта Или инфаркта Стоимость Такой Профилактики В среднем Пять Пять с половиной Тысяч Рублей В месяц При всем При этом Гарантировано Что пять Процентов Людей Умирают От Осложнений Этой Терапии Это Только Фактически Доказано А еще Недоказанных Осложнений Очень много Ну Начиная С того Что Каждый Десятый Пациент Получает Почечную Недостаточность Каждый Двадцать Пятый Умирают От Почечной Недостаточности Об этом Врачи Обычно Молчат И Многие Не знают Им Положено Назначать Они Назначают Ну Что Это За Профилактика Несерьезно Правильно Ресвератрол Дает Гарантию Отсутствие Инсультов И Инфарктов Девяносто Восемь Процентов При Полном Отсутствие Побочных Эффектов Принимая Ресвератрол Бабушка Гарантирует Какая нибудь Да Я всегда Привожу У меня Мой профессор Говорил Относись К пациенту Как к своим родственникам Тогда ты будешь Хорошим доктором И Я всегда Когда Это говорю Всегда Представляю Свою маму Нам Главное Сохранить Здоровье Своих близких Своих родителей Так вот Разве Мы можем Не можем Себе позволить Тратить Полторы тысячи На маму Чтобы у нее Не было Инсульта Инфаркта Да Я себе Даже могу Своей Скромной Врачебной Зарплаты И Любая бабушка Принимает Этот препарат Она не только Ведет Профилактику Инфаркта Инсульта Но при Применении Ресвератрола Могу Гарантировать Что не будет Катаракты Не будет Глаукома Если она Есть Со временем Излечится Потому что Это кровоток Нормальный Не будет Давления Со временем Не будет Необходимости Принимать Лекарственные Средства От гипертонии Нормализуется Функция Желудочно-кишечного Тракта Одно из Первых Некоторых Людей Шокирует Потому что Ресвератрола Есть эффект Детокса Потому что Ресвератрол Чистит Человеческий Организм На уровне Клетки И на уровне Кишечника У некоторых Жидкий стул Появляется Люди Шокированы Как так Два-три Раза в день В туалет Ходить До этого Дискомфорт Человек На самом деле Должен По большому Ходить Два-три Раза в день Это физиологическая Норма Поэтому Ресвератрол Не зависит От возраста Дозировка И новорожденный И пожилой Человек Должен принимать Спрей Содержащий Ресвератрол Шестикратно В острых Критических Ситуациях Когда это Инсульт Или инфаркт Мы увеличим Дозировку До 14-20 Раз в сутки Но Это Исключительные Ситуации Средне Рекомендованные Дозировки 6 впрысков В день Под язык Методика Приема Очень Тоже Важна Чтобы Получить Более Быстрый Эффект Я рекомендую Всегда Перед Приемом Спрея Принимать Теплую Воду Вообще Воду Надо Пить В теплом Виде Температурой 40 градусов И мелкими Глотками Только Теплая Вода Температурой Не менее 38 градусов Принимая Мелкими Глотками Стекает По малой Кривизне Желудка И сразу Попадает В 12-перстную Кишку И попадает Всасывается В кровоток Как вода Как лечебная Вода Тем более Минеральная Холодная Уже Нет Поэтому Когда Мы Принимаем Сначала Воду А потом Начинаем Впрыскивать Спрей Мы Получим Максимальный Терапевтический Эффект Особенно При Применении Спреев Содержащих Ресвератрон Так вот Давайте Начнем Про Спреи Тогда По отдельности Поговорим Ресвератрон Содержит Три Спрея Это Брейн Первый Ну Соответственно Это Спрей Предназначенный Для Лечения Ребилитации Пациентов С патологией Головного Мозга Это Как бы Все Понятно Меня Как доктора Шокировало И я Как бы Заинтересован Был В брене Содержатся Травы Ресвератрон Это Вещество Растительного Происхождения И там Содержится Цитиколин Я могу Сказать Что Цитиколин На данный Момент Самый Назначаем Препарат При Последствиях Инсульта В ранний Период Цитиколин Применяется При хронической Шме Мозга То есть Это Наши Бабушки Дедушки С головокружением Головными болями С нарушением Памяти Курс Лечения На месяц В среднем Это 3000 Здесь Спрей Содержащий Цитиколин Стоит Полторы Это Только На Цитиколине Мы Выиграем Не говоря Ресвератроли То есть Это Шикарно Просто То есть Для наших Бабушек И дедушек Да Даже Для Молодых Людей Потому Что Сейчас Инсульт Помолодел Насколько Помолодел Это Страшно Я Всегда Переживаю За Это Потому Что Я Работал Сосудистом Центре Был Экспертом На Инсультах У Двухлетнего Ребенка Четырехлетнего Двенадцати Десяти Четырнадцати А Девятнадцать Двадцать 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 Никого Сейчас Не Удивляет Почему Так Происходит Я Опять Сбился С тем Но Тем Не Менее Это Актуально Есть Такой Академик Сосудистый Хирург К сожалению Сейчас У нас У нас С вами Его Сейчас Нету Еще Десять Лет Назад Он Сказал Это Отчетливо Видно Те Дети Вот Если В наше Время Когда Я Рос Когда Мои Ровесники Росли И Кто Застал Советский Союз Атеросклероз Начинался Не ранее Сорока Лет И То У Муж То Есть Инсультов Моложе Сорока Лет Не Было Практически Сейчас На Атеросклеротическое Поражение Сосудов По Статистике По Прогнозу Каждый 15 Процентов Детей Которым Сейчас 15 Уже 20 Лет К Сорока Годам Перенесут Сосудистую Катастрофу И Станут Инвалидами Порядка Пяти Шести Процентов Перенесут Сосудистую Катастрофу И Не Доживут До Сорока Лет То Это Каждый Пятый Ребенок Подросток Это Наши С вами Дети К Сорока Годам Получат Инсульт Или Инфаркт Каждый Двадцатый Не Выживет После Каждый Шестой Станет Инвалидом Это Страшные Цифры И Об Этому Надо Думать И Понимать Это Страшно Поэтому В этом Плани Ресвератрол Это Бомбическая Вещь Начиная С Итеологии Происхождения Атеросклероза Укрепления Иммунитета Потому Что Я Еще Раз Повторюсь Белок Сиртуин Это Собственный Белок Который Участвует В физиологических Процессах Регулирует Их Приводит В норму Без Каких Либо Побочных Эффектов Потому Что Собственный Организм Собственному Организму Навредить Не Может Он Делает Все Чтобы Человек Выжил Соответственно Приводит В норму Биохимические Процессы Физиологические Процессы Я Могу Все Рассказать Про Восстановление Нейрофизиологии Мозга Кровоснабжение Мозга Так Скажем В природе Например Банально Существует Всего Лишь Два Капилляра Протектора Это Вещества Которые Улучшают Кровоток В мелких Сосудах Оба Из них Являются Банами Это Дигидрокверцетин И Самый Мощный Это Конечно Ресвератром Это Один Из Результатов Второй Периферический Кровоток Улучшается За счет Тромболитического Эффекта Если Кто-то Знаком С Медициной Чтобы Рассосать Тромбой Мы В медицине Делаем Уколы Гепарина Либо Обычного Либо Низкомолекулярного Который Имеет Меньше Побочных Эффектов Таких Как Первый Был В свое Время Фроксипарин Сейчас Клексан Они Кстати Интенсивно Клексан Используется В терапии Коронавирусной Пневмонии Потому что Мелкие Тромбы Удаляются И Соответственно Кровоток Улучшается Иммунные Клетки Добираются До Точки Приложения Так вот Ресвератрол Его Тромболитический Эффект Сильнее Чем Эффект Гепарина Соответственно Мы Не имея Побочных Эффектов Имеем Очень Большие Серьезные Результаты Но Я могу Рассказать Это На личном Примере Когда-то В свое Время У меня Матушка Сломала Бедро Через Четыре Часа Ее Собирались Оперировать Но Операция Не Состоялась Потому что Сформировался Тромб Подколенной Артерии Соответственно Операцию Отменили Мы Вынуждены Были Шесть Месяцев Лежать Так вот Первый месяц Мы Принимали Клексан Низкомолекулярный Гепарин Лечение Обошлось Первый месяц Около Десяти тысяч Потом Продакса Это В среднем Около Трех Тысяч На месяц Терапии За шесть Месяцев Мы Потратили Около Тридцати Тысяч И когда Четвертого Сентября Мы Пришли На УЗИ Сосудов Реканализация Была Двадцать Пять Порцентов Нам Сказали Оперироваться Можно И вот Тогда Мне В руки Попал Спрей Содержащий Ресвератров Мы Стали Применять И уже Двадцать Четвертого Сентября Пришли На Операцию Когда Моя Однокурс Содержала УЗИ Сосудов Она Не Нашла Тром Склонитую Так Не Бывает То есть Стопроцентно Реканализация То есть Тридцать Процентов Тромба Мы Рассасывали Двадцать Пять Рассасывали Шесть Месяцев Потратили Тридцать Тысяч И тут Спрей За Полторы Тысячи За Двадцать Дней Рассасыв Доставшись Семьдесят Процентов Тромба Это Серьезно Я могу Сказать Что В последующем У меня Таких Пациентов Было Очень Много И во Всех Случаах Он Доказался Свою Крайнюю Эффективность Поэтому Сейчас Я Даже Боюсь Иногда Назначать Какие То Препараты Когда Можно Без Осложнений Без Побочных Эффектов И Очень Недорого Получить Шикарнейшие Результаты Ну Конечно Когда Мы Используем Это Для Своих Близких А Борьба С Тромбом Это Конечно В первую Очередь Профилактика Инсульта И Инфаркта Но Это Еще Не Все При Осложнении Других Заболеваний Допустим При Сахарном Диабете Различного Рода Полинееропатии Это Можно Перечислять Без Конца Наши Дедушки И Бабушки С Нарушением Памяти Нарушением С Давлением Да Это Ресвератром Однозначно Следующий Спрей Это Пик Если Вы Откроете Сайт Там Написано Что Это Иммуномодулятор На самом Деле Да Иммуномодулятор Он На самом Деле Там Комплекс Антиоксидантов Очень Сильных Хороших Антиоксидантов Поэтому Если Ваши Родственники Родители Пациенты Клиенты Они Достаточно Пожилые У них Скачет Давление Надо Начинать Всегда С Спрея Который Называется Пик Брейн Лучше Запускать Вторым Этапом Либо Запускать У пациентов У которых Так Скажем Артериальное Давление Стабильно Они Схожи Между Собой По Составу Но В Пике Больше Антиоксидантов И Так Скажем Иммуномодулирующий Эффект Ожидаемый Немножко Посильнее Чем У брейна Но Тем не менее Они Между Собой Схожи И Если Человек Пожилой И Страдает Артериальной Гипертензией Рекомендую Назначать Пик То есть Начинать С него Третий Спрей Содержащий Ресвератрол Это Буст Это Чистый Воды Энергетик Который Все Любят Молодежь Сейчас На Энергетиках Другой Вопрос Повысить Свой Уровень Энергетического Запаса Свою Выносливость С Так Скажем Используя Запасы Организма И Тратя Во Вред Себе Своему Здоровью Это Одно Другое Когда Мы Получаем Энергию Гармоничную Правильную Без Вреда Для Здоровья Вот Это Буск У Нас Делает Он Содержит В себе Ресвератрол Но Там Есть Кофеин Кофеину Я Отношусь Хорошо Я Кофеман Но Кофеин Небольших Дозировках Он Совершенно Очень Скромный В чем И сила То Что Мы Имеем Очень Небольшое Количество Действующих Вещества Которые Не Дает Побочных Эффектов Но Дает Лечебный Соответственно Мы Имеем Энергию Но Не Имеем Побочного Эффекта Если Брать Ресвератрол Исследования Были Проведены На Спортсменах Выносливость Спортивные Достижения У Спортсменов При Применении Ресвератрола Увеличились На 5-15 Процентов Средне Статистически Соответственно 10 Процентов Без Вреда Для Здоровья С одной Только Пользой Ну И Соответственно Кто Был Отказался Стать Как Минимум На 10 Процентов Более Энергичным Более Здоровым Как Минимум Да То есть Я Не Говорю О том Что Ресвератрол Кучу Положительных Эффектов Дает Но Это Для Молодых Это Для Ну Так Скажем Не Слишком Старых Людей Да Потому Что Я Дальше Идут Спреи Гораздо Проще Трим Достаточно Просто Все Понимается Это Спрей Для Похудения Это Банальный Жиросжигатель Другой Вопрос Что Горциния Камбоджийская Содержащаяся В этом Спре Это Одна Из Самых Модных Тенденций Существующих На Планете В Плане Жиросжигания Жиросжигания Текущий Без Вреда Для Здоровья Оно Усиливает Процесс Похудения Сразу Оговорюсь Все Спреи Содержащие Ресвератрон Улучшающие Мозговой Кровоток Они Вызывают Похудение Каким Образом Давайте Разберемся В причинах Ожирения Это Интересно Вам Одна Из Давайте Скажу Две Причины Основных Ожирения В нашем Мире Да Очень Часто Врачи Говорят Это Гипоталамическое Ожирение Слышали Наверное Такую фразу Неоднократно Что это Такое Но Все мы Встречаемся С такой Ситуацией Пришли С работы Жарко Жрать Охота Аж трясет Да Понерочили Устали Садимся И я Про себя Рассказываю Садимся За стол И я Сметаю Все что Вижу Все что Есть на Столе С этим Все сталкивались Тянет Больше Даже На Сладкое В чем Причина Головной Мозг При массе 2% От массы Тела Он потребляет Порядка 20% Кислорода Поступившего В организм Поэтому При Какой-то Патологии Головного Мозга Когда Избыточная Психоэмоциональная Ситуация Когда мы Интенсивно Интеллектуально Работаем Почему Всегда И говорят Что Самый Тяжелый Труд Интеллектуальный Потребление Кислорода Резко Увеличивается В норме Энергию Конечно Дает Глюкоза Глюкоза Попадая В митохондрии Одна Молекула Глюкоза В цикле Крепса На выходе Дает 38 Молекул АТФ АТФ Это И есть Энергия Моргнули Две Молекул АТФ Сгорело Когда Не хватает Кислорода В тканях Мозга А это Либо Какие-то Проблемы С сосудами Либо неврологические Какие-то Проблемы Либо Это Проблемы Связанные С раздражением То есть При раздражении Кора Интенсивнее В 5 раз Работает Соответственно Не хватает Кислорода При нехватке Кислорода Одна Молекула Глюкоза Дает Всего Лишь Две Молекул АТФ В 19 Раз Меньше Соответственно Мозг Начинает Более Интенсивно Потреблять Глюкозу Уровень Сахара Падает Что Воспринимается Гипоталамической Областью И она Начинает Отдавать Приказ Кушай Дорогой Иначе Ты можешь Умереть От гипогликемии У человека Резко Повышается Аппетит Хочется Кушать Аж Трясет Вплоть до Тремора И человек Начинает Употреблять Больше Пищи В большем Количестве Чем ему Надо И в большей Степени Углеводы Постепенно Человек Начинает Толстеть Таким Образом Человек Постепенно Привыкает Меняются Привычки Он Начинает Кушать И чем Больше Неврологическим Страдает Тем Более Запущенный Процесс Происходит Когда Мы Начинаем Принимать Резвератрол Это Мощный Капилляропротектор Это Мощный Антиоксидант Кровоснабжение Мозга Улучшается Уровень Глюкозы Стабилизируется Почему Резвератрол Он Эффективен И у меня Достаточно Много Пациентов С больших Доз Уровень Сахара Стабилизируется Головной Мозг Кровоснабжается Нормально У Резвератрола Еще Такой Интересный Эффект Он Улучшает Ритмы Мозга И снижает Потребление Раздражения Коры И снижает Соответственно Потребление Кислорода Тканями Мозга В среднем В 5 раз И соответственно Уровень Сахара Стабилен И мы Не будем Нас Трясти И вкусовые Пристрасти Меняются То есть Кушать Он Не хочет Кушать Меньше Хочет Кушать Сладкого Меньше Объема Меньше Сладкого И соответственно Углеводов Соответственно Постепенно Человек Худеет То есть Я сам Как бы Диетолог Одновременно И нутрициолог Когда я Себя Довел До 158 Килограмм Ну просто Сложно Не потолстеть Когда ты Главный Врач Курорта И Соответственно Я Взялся За себя Сейчас Есть к чему Стремиться Но у меня Все устраивает Таким образом Без соблюдения Каких-то Диет Без соблюдения Мы приводим Физиологию Организма В норму И человек Сам Худеет Второй Механизм Почему Человек Толстеет Очень часто Женщины Говорят Вот я После Вторых Родов Потолстела Там После Третьих Родов Причем Чем Меньше Перерыв Между Родами Тем Больше Риск Растолстеть Почему Так Происходит Женщина На то Чтобы Выносить Ребенка Вырастить Потом Выкормить Тратит Большую Часть Запасов Минералов И витаминов В своем Организме А когда Минералы И витамины Исчерпываются Их мало В гипоталамической Области Опять же О чем Речь Да Когда вам Говорят Врачи У вас Гипоталамическое Ожирение Имеется Ввиду Именно Это На самом Деле Эта Область Отдает Сигналы Милочка Ты Не можешь Вырастить Здорового Ребенка Нету Питательных Веществ Кушай Пожалуйста Ребенку Для роста Не хватает Витаминов И минералов Женщина Начинает Кушать Кушать Больше Чем Положено Почему А потому Что питательных Веществ Сейчас Минералов И витаминов В продуктах Питания Очень мало Могу Сказать Опять же На гастрофоруме В семнадцатом Году Профессор Николаев Озвучил Конкретную Цифру В среднем Это Полтора Килограмма Творога В сутки Это суточная Доза кальция И 7-8 Килограмм Овощей И фруктов Европейского Производства Не китайского Нормального Это Болгария Венгрия Потому что Исследования На них Были Да И Ну кто Может Столько Скушать В день Да Никто И Соответственно Минеральный Дефицит Витаминный Дефицит Сейчас Практически У всего Населения Российской Федерации Поэтому Болеемся К чему Я приведу Этот пример Привожу Как минимум Спрей Шилд Содержит Коралловый Кальций И Он Нормализует Уровень Кальция И Соответственно Стабилизирует Мембранный Потенциал Клеток Мозга И Улучшает Состояние Костно-суставной Системы Сердечно-судистой В нем Содержится Коралловый Кальций Который Нормализует Поэш крови Щелочную Сторону И Стабилизирует Так скажем Как минимум Кальциевый Обмен Следующий Спрей Это Слип Но В ситуации Современного Стресса Кровоснабжения Мозга Проблемного У всех Практически У бабушек Наших Нарушение Сна Это Очень Частая Ситуация Нарушение Сна В первую Очередь Идут Из-за Того Что Мы живем В городе В первую Очередь Это Засыпание Проблемное Я Как Невролог В таких Ситуациях Обычно Назначаю Мелатонин Препараты С мелатонином Они Достаточно Дорогие Но Если Недорогой Мелатонин Стоит Рублей 350 За 10 Таблеток Эта Бабушка Тратит 35 рублей Чтобы уснуть Я Я вам Скажу Что Бабушки Это Делают Они Тратят Эти Деньги Тысячу В месяц Чтобы Вовремя Засыпать И Более Качественно Могу Сказать Что Этот Мелатонин Более Дешевый Он Немножко Тяжеловат И Иногда Дает Наоборот Осложнение В проблемах С нервной Системы Состоянием Печени Здесь Спрей Мелатонин Содержит И Этого Спрея Хватает На 200 Впрыск Соответственно Стоимость Засыпания У бабушки Даже Если Она Закажет В самом Дорогом Пакете Будет 10 Рублей Максимально В день А Если Это Она Возьмет Из Большого Пакет Соответственно 5 Рублей Но 5 Рублей В День На То Чтобы Уснуть Может Себе Позволь Любой Человек Ну Я Так Думаю Это Будет Не Особо Чувствительно Для Любого Человека Так Спреи Мы Все Перечислены Тогда Перейдем К третьему Пункту Почему Я В Этой Компании Канабидиол Все Давно Его Ждут Ну Хотя У Нас Здравоохранение В России Канабидиол Относится Очень Настороженно Я могу Сказать Даже Неграмотно Потому Что Очень Много Моих Коллег Говорит Ой Это Конопля Как У нас В России Его Никогда Не Разрешат Зачем Мне Там Судебные Догонялки Я Вообще Этого Делать Не Буду Я С Коллегами Общался На Задал Вопрос В России Проводится Исследование По Эффективности Канабидиола Применялись Ли У нас В России Канабидиол При Эпилепсии Мне Сказали Нет И Вряд Ли В Ближайшем Будущем Были Хотя Канабидиол Использовался Еще Нашими Предками В 88 Году В Израиле Начались Исследования В 2005 Году В 2008 В Америке Нашли Рецепторы Которые Обосновали Механизм Действия Канабидиола Но Я Вам Скажу Если Говорить И Возвращаться К Корням Наши Предки Земские Врачи В России Лечили Канабидиолом Паркинсон Эпилепсию Еще В начале 20 В конце 19 Веков Методика Была Очень Схожая Брали Конопляное Масло С выжимкой Капали На Сахар Рафинад Клали Под язык И Блокировали Приступы Эпилепсии Лечили Так В конопле В марихуане 113 Канабиноидов Только Один из них Тетрагидроканабидиол Дает Тот Эффект Опьянения Который Мы имеем Ввиду Под Коноплей Лечебным Свойством Обладает Конопидиол Он Не Обладает Наркотическим Эффектом Соответственно Конопидиол Который Выпускается В Америке Больше 10 Тысяч Компании Они Содержат Именно Обычный Канабидиол Который Обладает Этим Эффектом Так Вот Обоснование Которое Я Говорил Которое Открыли В 2008 Году Это Наличие Рецепторов Канабиноидных В нервной Ткани Есть Есть У нас Различного Рода Нейромедиаторы Которые Проводят Нервные Импульсы Такие Как Ацетилхолин Как Дофамин Серотонин Гамма Аминомасляная Кислота Рецепторы К этим Веществам В головном Мозге Найдены Давно И Все Им Известны И Только В 2008 Году Нашли Рецепторы К Канабидиолу Это Называются Канабиноидные Рецепторы Их 2 ЦБ1 Их Называют ЦБ2 От слова Канабидиол Канабиноидные Рецепторы ЦБ1 В основном Находятся В центральной Нервной Системе И Они А ЦБ2 Находятся Преимущественно В периферической Нервной Системе Поэтому Но Канабидиол Это Такой Нейромедиатор Который Не стимулирует Не тормозит Он Регулирует То есть Там где Патологический Импульс Он его Будет блокировать Там где Не хватает Импульса Он будет Усиливать Поэтому Он эффективен Практически При любой Патологии Начиная С Шизофрении Эффективен При Шизофрении Допустим Противоположной Ситуации Когда Ребенок С Умственной Отсталостью У него Стимулируется Развитие Нервной Системы В то же Время У детей С Умственной Отсталостью Очень часто Бывает Ажектированное Поведение Когда они Возбуждаются Кричат Там Я не знаю Бьются головой Об стенку Стучат Какой-нибудь Палкой Доводят Родственников До истерики Вот эти Приступы Проходят То есть С одной стороны Одновременно Вот это Блокирование Развитие Нервной Системы Разблокируется И в то же Время Притормаживается Процесс Возбуждения И это Очень сложно Добиться Вот если Тут есть Неврологи Либо Психиатры Всем Давно Это известно Все понимают О чем я говорю То же самое С пожилыми Людми Когда у них Кровоток нарушается Они одновременно И заторможены И в то же Время Возбуждены Когда они Начинают Нервничать Раздражаться Для этого Не надо быть Пожилым Для этого Можно просто Родить Банальная Послеродовая Депрессия С периодами Торможения И возбуждения То есть Практически Любой Женщине Сидящей В декрете Канабидиол Нужен Чтобы она Была Спокойной Любила Мужа Не ругала Так вот У канабидиола Есть свойства У этих Рецепторов Что канабидиол Не стимулирует И не тормозит Он нормализует Проведение Нервного импульса Соответственно Имеет Регулирующие Свойства Что очень Полезно Причем Канабиноидные Рецепторы Имеются Не только В головном Мозге Либо спинном То есть Это Используется Для лечения Любых Функциональных Состояний Организма Нервной Системы Но и Периферической Нервной Системы Почему Это важно Ну Например Возьму Что В этой Компании Есть Для женщин Может быть Интересна Косметика Содержащая Канабиноиды Это Работает На рецепторы Находящиеся В коже Они там Есть Канабиноидные Рецепторы Есть И в коже И во внутренних Органах Для меня Конечно Больше Важны Внутренние Органы Последнее Время В медицине Очень актуально Уже доказано Что существует Так называемая Вегетативная Полинейропатия Когда Страдают Волокна В Нервной Системе В внутренних Органах Ну не секрет Что мы не можем Регулировать Работу Своих Внутренних Органов Не можем Регулировать Выделение Гормонов Не можем Регулировать Работу Сердца Потому что Она автоматически Работает Функцию Печени Желудка Поджелудочной Железы Поэтому Когда Начинаются Проблемы Такого рода Мы не знаем Как поступить И как Отрегулировать Канабиноиды Очень эффективно Регулируют Работу Вегетативной Нервной Системы Соответственно Бабушки Сердцебиением Особенно Вот я Скажу Вот я 12 лет Еще на скорой Работал Подрабатывал Да Я даже Боюсь Перечислить Сколько я Тел вынес Из туалета В туалете Желудочной Печени Почек Но разве Это несчастье Не напрягаясь Блокируется Боль Допустим Один из Зарегистрированных Препаратов На канабиноиде На канабиноиде Направлено На лечение Боли Боли связаны С рассеянным Склерозом Это официально На самом деле Связано Со спазмом Мышц При параличе То есть Это могут быть Последствия Инсульта Могут быть ДЦП Но на самом деле Канабиноиды Блокируют Все болевые Импульсы То есть Любой Патологический Импульс Он блокирует И Сейчас Используют Канабиноиды При онкологии На поздних Стадиях То есть Без побочных Эффектов Да Он обезболивает И соответственно Любая боль Канабиноидом Блокируется Ну вот Я как врач Практик Могу сказать Это очень Большая проблема Когда приходят Ко мне бабушки Дедушки С боли в спине Боли в коленных Суставах Тазобедренных Которые Месяцами Пьют Нестероидные Противовоспалительные Препараты Типа там Клексана Ортофена Я не знаю Дешевых Препаратов За счет Чего у них Изнасилован Фактически Желудок Поджелудочный Они не могут Нормально кушать У них Язвенная болезнь И все другие Проблемы И в этой ситуации Канабиноид Дает шикарный Выход Бабушке Перестает болеть Коленки Перестает Болеть суставы Поясница Она счастлива Ей не надо пить Лекарства Обезболивающие В то же время У нее Восстанавливается Функция желудочно-кишечного Тракта Как минимум Поджелудочной Железы И желудка И соответственно Бабушка Чувствует себя здоровой Это счастье Ну Кто с этим Сталкивался Это Они меня поймут И любят И еще В чем плюс Если здесь Партнеры Которые К нам зашли Есть и в этом И плюс И минус То есть Бабушка Будет принимать Этот Канабиноид До конца Своей жизни В жизни Потому что Она не сможет Вернуться И не захочет Вернуться К таблеткам Когда Можно Жить без боли Жить Без Осложнений За счет Канабиноида Нет Не привыкает Она психологически Привыкает Жить хорошо И она будет Всегда покупать Канабиноид Всю оставшуюся жизнь Зачем ей Покупать Тратить деньги На таблетки Уничтожать Свою здоровье Если она Может Канабидиол Покупать Если Вы это Сделаете Со своими Бабушками Дедушками Не бойтесь Этого Канабидиол Он безвреден С 2008 Года Все исследования Которые проходили Не дали Ни одного Побочного Эффекта Банальный Аспирин Дает гораздо Больше Побочных Эффектов Даже Глицин Безопасный Препарат И тот Дает Побочный Эффект Канабидиол Нет Канабидиола Канабиноидные Рецепторы Есть даже В иммунокомпетентных Клетках То есть Исследования Канабидиола Сейчас Идут В Ракурсе Иммунологии То есть Это При онкологических Заболеваниях При ВИЧ Инфекции При Стадии СПИД Почему Я вот Всегда Опять же Я иммунолог По первой Специальности Научной То есть Наша Кафедра Занимался В основном Иммунологии Под руководством Профессора Кузника И это Было Всегда Мне интересно Есть Соотношение Такое Понятие В иммунологии Соотношение Т-хелперов И Т-супрессоров Т-хелперы Улучшают Иммунитет Т-супрессоры Блокируют Иммунитет Иммунный Ответ Их Соотношение В норме 1.8 2.0 Когда Пациент С ВИЧ Инфекцией Переходит Стадию СПИД Это Когда Этот Индекс Достигает Цифры 0.9 Друзья Сразу Вам скажу На Настоящий Момент Средний Иммунный Индекс У жителей Российской Федерации 1.1 Кого-то Не меньше У кого-то Больше Достаточно Достаточно Еще чуть-чуть Уронить Наш Иммунитет Нам Никакой Вич Не нужен Мы Сами Передохнем Понимаете Это Страшно Поэтому Коронавирус Дает Столько Много Побочных Эффектов Так Дальше При Аутоиммунных Заболеваниях Пишут При Аутоиммунных Заболеваниях Помогает И тут Ира Будет Работать Ирис Вератрон И каннабиноид Их Желательно Принимать Вместе Но Опять Если Мы Вернемся К Этиологии Заболевания Надо Иметь Ввиду Что Аутоиммунные Заболевания Преимущественно Это Кармическая Патология Я Не Борюсь Это Говорить В эфире Мои Коллеги Мне Не Поверят Скажут Ну Какой-то Как это Называется Шарлатан Ну Я могу Сказать Что Они Ошибаются В 99 Году Академик Скоромец Автор Больше И Более Чем Огромного Количества Учебников По Которым Любой Врач Учился Изучал Неврологию Все его Помнят Мы С ним Общались Он Своей Монографией По Рассеянному Склерозу Я Тогда Науку Делал По Рассеянному Сказал Основная Роль В Итеологии Рассеянного Склероза Это Одно Из Аутоиммунных Заболеваний Это Патология Энергоинформационного Поля На Сам Деле Можно Сказать Карма Это Одна Из Четырех Причин Всех Болезней В организме Человека Так Вот В Итеологии Аутоиммунных Заболеваний Первое Место Занимает Энергоинформационная Патология Если Мы Говорим О наших Спреях Маленький Вам Секрет Откроем Наш Брейн Защищает Наше Энергоинформационное Поле Если Оно Разрушено Оно Восстанавливает Почему Потому Что Он Может Содержаться Нормальный Человеческий Водный Женьшин Сразу Предупреждаю Что Энергетический Так Скажем Компонент Здесь Не только На химическом Но и На Так Скажем Духовном Уровне В свое Время У меня Был Научный Руководитель К Чему Я Это Говорю Большинство Генетических Заболеваний Не проявляют Себя В Неврологии И Каждый Невролог Хороший Невролог Он Не Может Быть Хорошим Неврологом Если Он Не Я Я Я Я Медицинским Генетиком То Есть Это Генетические Болезни Ну Например Дауны И Прочие Мы Вынуждены Это Знать И Вот Мой Научный Руководитель Сказал Что Все Генетические Заболевания Они Кармические Это Он Сказал Еще В 98 Году На Данный Момент Уже Доказано Исследования Закончились Что Генетические Болезни Гены Все Генетические Заболевания Есть У Но В тот Момент Когда Происходит Какой Либо Кармический Сбой Энергоинформационное Поле Активирует Какой То Патологический Ген Ну То 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 Поступил Кого То 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 Их Много Причин Бабушку Обидела Она Тебя Прокляла И поступил Неправильно Я не знаю Тут Ну Тут люди Все умные Серьезные Наверное Знают Да Что может быть Причиной Плохих Поступков Не обязательно Сам человек Делает Это чаще всего Предки Делают Да То есть Которая Достается Нам От наших Дедушек Бабушек Которые К сожалению Прожили И войну И гражданскую И жили В таких Условиях Когда Ну Абсолютно Правильно Жить Невозможно И это В итоге Отражается На нашей Энергетике И соответственно Вызывает Заболевания Такие Как Гломер Нефрит Рассеянный Склероз Даже Банальный Ревматоидный Артрит Их Там Системная Склеродермия Там Боковой Амиотрофический Склероз Можно Перечислять Список Огромный Выживая Список В том числе Входит Шизофрении Да Так вот Академик Скоромец Тогда Это Написал Я с ним Встретился На одной Из конференций Ему было Очень приятно Со мной Общаться Он сказал С вами Азиатами Легко Общаться Потому что Вы это Понимаете Да Что есть Карма И что Ее надо Лечить И что То Надо Делать Большинство Тогда Пациентов И Моих Коллег Тем более Сказали Ну Профессор Скоромец Наверное Уже Состарился Прошло 20 лет Ему Под 90 Он До сих пор Действует Пишет Монографии Учебники Идет Активную Научную Деятельность И Большинство Ученых Планет Уже Пришли К этой Мысли И Разделяют Его Мнение И Если Ваш Знакомый Родственник Медик Которому Вы Обратитесь Он Скажет Я в это Не верю Это Глупо Почему Потому Что Это Все Доказано Это Существует Я Таким Товарищам Всегда Говорю Хорошо Молекула Воды Они Обычно Говорят Я Этого Не Видел Я Этого Не Верю Хорошо Молекула Воды H2O Веришь Конечно Хоть раз Видел Вот В этом То И Дело Кто То Видел Серьезные Люди Доказали Да Так Скажем Зачем Ити Тем Же Путем То Есть Я Академик В Крамцу Доверяю Доверяю Академику Максиму Доверяю Академику Кузнику Зачем Мне Ити Повторять Их Путь В Америке Сейчас Сейчас Тренд Просто Волна Огромная Сейчас Канабидиол Можно встретить В любом Супермаркете В обычном Магазине В Америке Он Очень Раскручен Очень Популярен Потому что Он Безвредный И Безболезненный И Работает Практически На всем Тем Более В условиях Нашего Современного Стресса Это Очень Важно Почему Я В этой Компании Я Канабидиол Еще Давно Есть Компании Которые Зашли В Россию С Канабидиолом Но Я Доктор Я Четко Смотрю Сразу Качество Производства Как Производится Производственная Цепочка Наличие Сертификата Наличие В сертификате И Как Сертификат Сделан Кто Какая Лаборатория Загуглю Лабораторию Банально Посмотрю Где Находится Есть ли Она На самом Деле И Самое Важное Дозировка Большинство Компаний Выпускающих Канабидиол Пишут Столько Процентов Там И Так Далее Здесь Четко Написано Как В таблетках Которые Вы покупаете В аптеке Один флакон 1500 Миллиграмм Мне Легко Дозировать Легко Регулировать Потому Что Когда Пишется Не В Миллиграммах На Миллилитр Или На Какой Объем Мне Сложно Дозировать И Этот Препарат Не Буду Покупать Как Минимум Это Несерьезный Производитель Это Можно Кто-то На Бодяжил В сарае Извиняюсь И Продает Это Легко Убедиться В том Что Это Компания Серьезная Можно Хотя Бо Той Позиции Что Канабидиол Компания МДС Это Компания МДС В списке 13 Самых Качественных Производителей Канабидиола В Америке В Америке Немало Немного Более 10 тысяч Компаний Выпускающих Канабидиол То есть Находиться В топ 13 В такой Стране Это Говорит О Качестве Продукта Ну и Соответственно На данный Момент Канабидиола Нету У нас Чем раньше Чем больше Мы с вами Ребята Соберем Достаточное Количество Партнеров Чтобы Приехали Наши коллеги И за сертифицировали Тем раньше Он у нас Появится Именно Поэтому Я здесь Сейчас Помочь Вам Ребята Собрать Партнеров И как Можно Больше Более Раньше Получить Этот Продукт Нам С вами На руки И помогать Себе Своим Близким Своим Друзьям Если Говорить О Возможностях Я сразу Скажу Официально Так скажем Исследования Говорят Америкосы Любят Статистику Насколько Я помню Сейчас Рынок Анабидиола В Америке Оценивается Порядка 20 миллиардов Долларов В год Их Прогнозы Что в течении Ближайших Двух лет То есть Нынешнего Текущего Года И последующего То есть К 22 году Рынок Анабидиола Будет оцениваться В 220 миллиардов Долларов Прирост В 10 раз Ну откуда Он должен взяться Это огромный поток Денег Нам надо Чуть-чуть В этот поток Попасть Сделать приятное Себе Своим близким Друзьям Помочь людям И еще И стать богаче Ну все Спасибо Спасибо за эфир До свидания Были очень рады Вам помочь Всего доброго Эфир мы сохраним Продолжение следует